Всем привет, друзья! У нас сегодня девятый, заключительный, основной день отпуска. Ну, отпуск еще продлится дня два, да, но уже мы не будем так ездить отдыхать. И, в общем, сегодня последний город из нами запланированных мы посетили. Это город Трир. Мы как раз сейчас уже находимся здесь. Это старейший город Германии. Он был основан аж в 15-м году до новой эры римским императором Октавианом Августом. Сам по себе город располагается на западе земли Райнальдфальц, недалеко от границы с Люксембургом. Город достаточно большой для Германии. Население составляет порядка 110 тысяч жителей. Здесь, в городе Трир, мы запланировали посетить два примечательных места, но о каждом из них я расскажу уже непосредственно по прибытию. Сейчас идет Гюльтен мне навстречу, и мы направляемся в путь. Отправляемся в путь. Пойдемте. Друзья, мы с вами подходим. Подходим мы к Трирскому собору знаменитому. Чем знаменит Трирский собор? Дело в том, что в нем хранится риза Господня, то есть бесшовное платье Иисуса Христа, которое было отдано в свое время одному из стражей, присутствующим при его распятии. По одной из легенд, страж имел армянское происхождение, и вот ему отдали это платье. И затем, когда строился собор, собор строился Константином, его мать Елена привезла в этот собор ризу Господню. Она достается раз в несколько лет. Последний раз ее... Она хранится в фрукстальном саркофаге, и последний раз ее доставали буквально в 2012 году. Было 500-летие покаяния, если я не ошибаюсь. И тогда ее на месяц с 13 апреля по 13 мая доставали. Кроме того, в Трижском соборе хранится еще, если я не ошибаюсь, и голова святой Елены. То есть, все, кто с именем Елена, ваша покровительница Елена Святая, участвовала при создании этого храма Господня. Здесь же находятся риза Господня и голова святой Елены. Я попробую поснимать снова внутри. Для вас не знаю, насколько это получится. То есть, здесь идет каскад церквей, если не ошибаюсь, две церкви. Внутри имеется дворик. Там епископы похоронены. По возможности я постараюсь для вас все поснимать. Не знаю, насколько это получится. Но фотографии точно сделаю. То есть, на моей страничке в Инстаграм фотографии с описанием однозначно будут. Мы с вами внутри Трижского собора. Посмотрите на лепнину сверху. Огромный орган. Молитвенная часть. Очень светло внутри. Мы поднимаемся к месту, где по преданию хранится платье Господне. Нам нужно туда, наверх. Сейчас поднимемся. Друзья, вот там, за золотыми вратами, в хрустальном саркофаге и хранится риза Господня. Давайте отойду чуть-чуть. Подходить ближе нельзя. Я надеюсь, вам меня слышно хорошо. В принципе, здесь тихо. Мы сейчас немного пофотографируем. Постоим, помолимся и пойдем дальше. Это вид на храм со стороны золотых дверей. Дверей. Такой вот вид. Мы зашли во внутренний двор Трижского собора. Давайте с вами посмотрим, что здесь. Такая вот красота. Клумбы. Сегодня очень солнечно. Друзья, вот он, внутренний двор. Здесь, получается, два храма соединены. И внутри их находится один общий двор. Это кладбище. Здесь похоронены пасторы. Все могилы украшены цветами. Покажу вам. Надгробные плиты лежат. Памятников нет. Тяжелые надгробные плиты. И вот совсем свежие. 21 мая 2019 года. До столетия. 8 лет не хватило, получается, да? Еще одно место, которое мы сегодня запланировали посетить. И мы к нему уже подходим. Это легендарные черные ворота. Порта Нигра. Некогда вот эти камни, они были светлыми. Практически белыми. Но они потемнели от ветров, непогоды. Когда-то здесь камень был очень-очень светлый. Вот из четырех укреплений города Трира, они единственные, кто сохранились. Ширина их составляет порядка 36 метров. Высота 30 метров. Глубина 21,5 метр. На всей территории Западной Римской империи это единственные настолько хорошо сохранившиеся ворота. Других подобных нету. Это визитная карточка города Трира. На всех открытках практически вы их можете увидеть. И теперь здесь побывали мы. Я уже во второй раз. Бультен первый раз. Красивое место. Еще зайдем с другой стороны. И я тоже для вас поснимаю. Ребятки, мы прошли под воротами. Давайте посмотрим с вами на ворота с другой стороны на порт Аннигру. Там солнце светит. Наверное, будет не так хорошо видно. Это она на камеру улыбается. Так она злая. Мы побывали в Трирском соборе. Посетили главные ворота города, порта Никра. И сейчас идем есть мороженое. После чего отправляемся домой. Время позднее. Уже седьмой час вечера. Поэтому пора нам закругляться. Сегодня прям, ну да, действительно нереально солнечный день. Так что, думаю, вам было интересно, как и нам. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.